Ожидаемый рост цен поставщики связывают с укреплением курса доллара. На данный момент он уже превысил отметку в 65 рублей. Однако руководители красноярских сетей супермаркетов говорят, пока стоимость товаров держится на прежнем уровне, и объективных причин для их резкого подорожания попросту нет. Объективных причин для роста цены нет. Объективных. Несмотря на то, что изменяется курс валют. Цены, когда курс валют в апреле-майе падал, они почему-то не скишли. У поставщиков. Взглядовательно, они живут на той цене, которая была в феврале. В феврале был тот же самый курс. За этот год продуктовая инфляция и так стала значительной. Основное подорожание пришлось на начало года, когда курс доллара резко скакнул вверх. И сейчас ритейлеры утверждают, повышать цены для них не просто невыгодно, но и опасно. Люди уже стали покупать меньше. И если продавцы не сумеют вдержать новое подорожание, это грозит настоящей катастрофой. Торговые сети в последний год не ведут агрессивную политику повышения цен. Наоборот, идет политика по снижению цен, по увеличению акционных позиций и снижению собственной наценки. Точно торговые сети до последнего будут пытаться сдерживать цены. Конкуренция на нашем рынке не позволяет работать на опережение. Вы слышали, что будет повышение цены, а давайте повысим сейчас. Вот этого не произойдет точно. Поэтому сейчас торговые сети держат курс на работу с местными производителями, причем без посредников. Так что относительно дешевые продукты можно найти, пожалуй, в каждом магазине. Специалисты говорят, Красноярский край на фоне других регионов выглядит островком стабильности. Даже антимонопольная служба никому претензий не имеет. То, что касается ценовой ситуации, здесь у нас ситуация кардинально отличается от московской, сложившейся в европейской части, на северо-западе. Оснований для столь острых мер, как предупреждение или возбуждение дела, выдача соответствующего предписания, решения, пока оснований таких для красноярского рынка нет. Кроме того, в красноярских торговых сетях действуют различные акции. Крупные ритейлеры работают в рамках соглашения с краевым правительством, которое заключили этой зимой. И в случае, если слухи о резком подорожании импортных товаров подтвердятся, и продавцы, и региональные власти готовы совместно искать решения. Нами подписывали соглашения, которые, хочу отметить, действуют все на сегодняшний момент. Те, которые были заключены на три месяца или на шесть, были пролонгированы. В основном они бессрочные. В случае возникновения ситуации какой-то, если это станет известно, безусловно, в рамках действующих соглашений нами будет проводиться дальнейшая работа. Пока цены на товары, как возимые из-за рубежа, так и местного производства, держатся на прежнем уровне. Изменения касаются единичных позиций, и то только в связи с сезоном. Что-то незначительно дорожает, а что-то, напротив, дешевеет. Так что в ближайшее время ждать резкого роста цен не стоит, говорят специалисты. Алина Штоколова, Дмитрий Демченко. Новости.